витаю сейчас блогера и телеканал d1 презентую еще одну зустрич дуже стекавою людиною дивиться нас далее добрый день очень рады видеть у нас алиада мансурова чек необычный интересная красивая женщина очень харизматичный политик человека которого знают как стойкого бойца человека которого знают как очень надежного товарища в общем это необычный человек который возглавляет фракцию в днепропетров в днепровском городском совете партии слуги народа человек который отвечает за многие вопросы и прежде всего искренне верит что они вместе со своей политической силой могут изменить жизнь к лучшему добрый день добрый день очень рада аля но у нас такой нестандартный формат можно так называть алиада ты такой стойкий действительно боец настоящий идейный даже можно сказать из давних времен я тебя знаю 12 13 год активная твоя позиция участие в общественной жизни в общественных организации такое стремление до докопаться до правды большие пути ты прошла в пятнадцатом году возглавила сама помощь вывела эту организацию здесь днепре показала и перед самыми выборами ушла вот чтобы не забегая не рассказывая про все прошлые дела я просто хочу тебе сказать вот сегодня уже в двадцать первом году за завершающимся двадцать первом году оглядываясь на прошлое это интересно быть в политике это ответственно вот что ты можешь сказать вот сегодняшними уже твоими глазами твоим жизненным путем вот этот путь десятилетний практически в днепропетровской политики ну да вы так сложный вопрос задали если честно но мне интересно быть сегодня в политике я вам скажу честно но и сложно одновременно намного сложнее чем было бы вот и в том процессе которым кстати вы вспомнили в самом начале это 15 почему я туда приходила и опять-таки почему я уходила вы это знаете как никто как бы наблюдали за этими процессами я вам хочу сказать что я все-таки верю в тот процесс с которым президент к нам пришел потому что для меня очень важно что мы идем не стандартными политическими методами не шаблонными я вам я вам хочу откровенно сказать я не политик честно и мне это мешает зачастую очень сильно мешает знаете точно так же как и я наверное не дипломат мило было бы тяжело бы занимать дипломатичную посаду потому что ну мне тяжело двойные стандарты это как бы не мой процесс мне сложно выдавать процессы за реальность если их не существует то есть тяжело когда мне говорят что ну ты ж уже политик желаемое за действительное да когда мне просто начинают рассказывать что ну ты ж уже политик тебе уже надо ну быть политиком я говорю а что такое быть политик быть политиком это быть менеджером по сути но я реально четко понимаю что это институция менеджера человек который представляет большую часть общества в каком-то маленьком здании алиада нас смотрят телезрители мы работаем в интересном формате потому что наш канал единственный по социологии в днепре имеет практически равную аудиторию до 45 и после 45 поэтому будет естественно и молодым очень интересно то что я буду тебя спрашивать вот смотри жизнь настолько изменилась настолько она в бурно какой-то внесла такой современный стиль что сегодня политики потеряли лоск да они сегодня больше выглядят простыми обычными людьми они по-другому говорят и они пытаются донести до людей до своих избирателей то что на самом деле вот ты такая мне очень приятно это сказать сегодня нашим зрителям ты такая поэтому не надо меняться но ты такая в меньшинстве вот давай поговорим о политической силе слуга народа здесь в днепре у нас в горсовете вы по сути являетесь такой партии особняком то есть вы не голосуете заведомо коррупционные какие-то решения вы высказываете всегда самостоятельно свою точку зрения это связано с линией центральной партии или это то как вы понимаете вы вообще свободные вот во фракции вот давай поговорим вот как чтобы люди понимали вы в горсовете это скажем так самостоятельная какая-то фракция или все таки вы жесткая вертикаль президентской власти ну наверное было бы корректно мне от своего лица говорить ну как бы чтобы знаете как удобно я вам я вам скажу как есть говорить за кого-то сегодня стало крайне тяжело я вам откровенно это говорю люди приходят с одними амбициями через там три месяца они уже какие-то звезды марлезонского балета и цены себе никогда когда мне говорят ты знаешь кто я я депутат и шо ну шо дальше ну ты депутат хорошо так что а я народный депутат отлично уважение тебе но у меня есть всегда ключевые обратные вопросы а что ты сделал и вот тогда я решу как бы да это как а я учитель хорошо а что ж ты делаешь то есть о своей свободе могу говорить я обособлена о себе и я как руководитель фракции четко понимаю одну вещь что но я должна на себя брать ответственность и политика она всегда строится сверху а диктует ли нам условия какие-то нет их не диктуют но не говорят вы должны делать так или то вы должны за это проголосовать действительно такого нет вообще слова совсем ну иначе вы же понимаете не было бы тех наших открытых спичей которые происходили с критикой да но мы бы молчали как говорится крайне сложно им честно скажу я всегда считаю что критика она должна быть очень она аргументирована мы не просто там все баба яга против но это глупости послушайте но так завтра ты будешь какими-то процессами заниматься так все будут против тебя ну против всего что ты делаешь это знаете я думаю там позиция больных людей в плане вот внутренне больных знаете психологические которые всегда против всего или всегда за что-то или за что-то за деньги или против чего-то тоже за деньги знаете мы видим этих бегающих людей системно которые сегодня против завтра за сегодня они там полоща топят и все остальное определенных руководителей городских завтра они с ними будут фотографироваться на самом деле очень опасные люди для общества я считаю что общество должно нейтрализовать этих людей как лидеров общественного мнения ляда но смотри быть в оппозиции легко критиковать легко на критиканством заниматься самая легкая да это самое легкое дело критиковать тяжело потому что действительно вызывать огонь на себя но представлять президентскую силу всегда тяжело потому что вы по сути притягиваете к себе любой негатив то есть когда ты в оппозиции ты можешь рассказать что-то власть плохая да это легче а когда ты несешь ответственность да то ты должен с одной стороны отвечать стандартам а с другой стороны быть оставаться человеком то есть ведь и ошибок достаточно и сегодня у президентской линии то есть мы же видим на местах очень много до людей доходит информации что больше это связано с коррупционными действиями на местах то есть еще президентская вертикаль не дошла до городов районов потому что там князьки вот скажи мы у нас такой формат ну скажем такой свободный вот тяжелее быть в президентской силе вот твои знакомые родственники что говорят родители совершенно верно я полностью согласна очень нелегко представлять именно президентскую вертикаль ведь на тебя же одевают сразу все эти шаблоны я вам хочу одно осознанно сказать и не потому что мы с вами там на камерах общаемся и вы можете принципе это вырезать и так это говорю я на сегодняшний момент горжусь своим президентом я осознанно делала выбор голосовала за него осознанно шла в партию услуга народа вы знаете всю мою историю я имела достаточно возможности идти от разных политических сил у меня было очень много предложений но я не видела себя формате этих предложений для меня сегодня очень большую знаете так орел и решка сыграл тот именно момент что я пошла с той партии которой не было представлено то есть мне не на кого оглядываться назад и кого-то обвинять сказать что вот эти люди были уже здесь вот наша политическая сила нет то есть сейчас можно писать эту историю вот здесь и сейчас и быть и виноватой одновременно да и ответственной за этот процесс и гордиться своими действиями действительно когда я что-либо критикую я критикую не потому что ну я против каких-то я против того чтобы народ который платит налоги а мы это видим из составляющей бюджета вообще получал такой уровень обслуживания потому что я считаю что мы а в частности это городской совет не про это обслуживающая структура то что мы должны обслуживать и до своего налогоплательщика поэтому я вам честно говорю мне сложно потому что первое что мне говорят во первых очень большие манипуляции внутри городского совета вот если вы обратите внимание на каждой комиссии когда они приходят им ничего не надо от нашей комиссии потому что мы прекрасно понимаем что они создали себе свои комиссии которые там подписали им все и они это выносят на исполков но они все равно приходят да можно было бы молчать и сказать но мы каждую комиссию четко раскладываем все и когда у меня президент я почему говорю мой президент потому что я голосовала за этого президента конкретно выбирала этого президента и возлагаю большие надежды на то что мое мышление было таково что этот человек не политик в прошлом и он видит эту жизнь он себя сам создал как личность да он себя сам создал в обществе и он сможет двигать этим процессом и то во что он верит должно заражать окружение может это происходит не так быстро но я уверена что будет этот процесс все таки происходить как минимум того что президент заражает своими мыслями нас на местных вот да может быть нас не так много так вот думающих но я уверена что эти ребята такого формата среза есть везде во всех самоуправлениях наших регионов и когда я говорю что нельзя вырубать деревья я это говорю почему потому что я ориентирована на своего президента на владимира александровича потому что он говорит что нам нужно высаживать эти деревья потому что у нас ребята нашим детям скоро дышать нечем то есть у меня рука не поднимается голосовать за процесс вырубки каких-то деревьев или когда у нас первая леди говорит о том что дети шкинные харчувания они должны хорошо питаться она не говорит и человек да это совершенно нестандартный формат первой леди я вам это откровенно говорю даже из личного уже общения спания оленую потому что этот человек в первую очередь человек вот мне что очень важно что она не теряет процесс того с чем она пришла по жизни да то есть она не отдела на себя наряд первой леди и не ходит теперь там с какими-то она говорит совершенно открыто я занимаюсь этим потому что мои дети не ели в школах там ужасно там еще что-то и когда я понимаю и этим когда мне приходят и говорят так это же ваш проект так это же вы это же проект первой леди поэтому мы же за эти пищевые подождите не надо мне тут манипулировать проектом моей первой леди да я не отказываюсь это моя первая ли но наша мне говорила гнилые пищеблоки говорю открывать не говорила это первое второе когда говорю вам говорят про деревья вам Уже ж не говорят их вырубывать. Не говорят, ну такое ж нигде не звучит, да. И они системно манипулируют этими процессами. Ну это ж ваша партия проголосовала за это в парламенте. Да, моя фракция и моя партия за это проголосовала в парламенте за реформу образования. Но извините, у этой реформы были четкие пошаговки. Как это должно быть? Демография, география и все остальное. Никто не говорил, что переформатируйте все школы, уничтожьте спортивные секции, уничтожьте все библиотеки, понимаете, когда они приходят и говорят, что так это ж вы приняли. Ну подождите, во-первых, давайте мы все-таки мух от котлет разделим. Аль, вот можно остановиться. То есть ведь наши зрители не всегда понимают, что на местах органы местного самоуправления, которым сегодня децентрализация дала огромные полномочия и огромные деньги превратились в князьков. Вот ты сейчас рассказала очень правильные вещи. Это очень хорошо, когда ты говоришь «мой президент». Это твоя политическая сила. И это, наверное, хорошо, когда человек открыто говорит «мой», не юлит, не там рейтинги-то падают. Если бы два года назад ты сказала «мой президент», я бы улыбнулась. А сегодня рейтинги падают, а ты говоришь «мой президент». Это правильно, так и должно. То есть вы стоите своей политической силой и, надеюсь, понимаете, что и ответственность разделите вместе с вашим президентом, если что пойдет не так. Вот об этом и хочу спросить. А задумывалась, Аляда, ты, если вдруг что-то пойдет не так, что потом? Ну вот ты же понимаешь, уходит президент, ну чуть греха таить. Вот тебе сидит премьер, убежал президент Янукович. Я так же, как и ты, искренне верила, а там было миллион. У вас хоть нету миллион членов партии, а у нас в партии регионов был миллион. Поэтому и тогда ты полностью ощущаешь на своих плечах, что значит ненависть людей к беглому президенту. Будем надеяться, что все будет хорошо. Но вот скажи, пожалуйста, ты готова вместе на такие? Или пока об этом не задумывалась? Такое же может произойти? Да, ну слушайте, мы все живем под Богом. Мы никто не понимаем, что будет завтра, послезавтра. Кто почему и откуда и куда бежит. Главное, что не бегут совсем те, которые просто раздирают города и государства. Вот они вообще никуда не бегут. А не знаете, такое ощущение, что тут, не знаю. То есть я так понимаю, что ты задумываешься? Я задумываюсь над любыми процессами. И прятаться не будешь? Абсолютно. И голову посыпать не пьет плам и в песок? И с другой политической силой я тоже не пойду. Это правильная позиция. Я вам честно скажу, что... То есть можешь на несколько лет вообще уйти в политическое небытие? Я вообще могу просто уйти. И не на несколько лет. Вы же знаете, я не приходила сюда для того, чтобы быть депутатом. Если бы я могла бы извне, я делала, занималась. Но я понимала, что и будучи уже внутри системы, можно будет это делать быстрее и контролировать эти процессы и разлагать их в разные стороны. Вот знаете, вот разложить вот этот ужас, который там произошел. Да, может, ну за первый год понятно, что это не так. Но я за первый год, честно, пыталась понять вообще, что же там происходит. Что это за дикость какая-то, которая творится внутри процесса. И на самом деле, вы знаете, с каждым разом, когда я даже на своем вот таком уровне сталкиваюсь вот в этом здании с ужасными проблемами, я понимаю, что же там происходит с президентом и вокруг него. Когда ты здесь не на кого опереться, знаете, люди меняются, переобуваются в воздухе. Ты думаешь, так это вот здесь, а что же там? Я вообще не понимаю, честно, как он успевает за этими процессами. И рейтинги, опять-таки, я к вам приду. А знаете, почему рейтинги падают? Это жизнь нормально всегда. А потому что мы идем нестандартным путем. Да так всегда происходит. Потому что никто не принимал радикальных действий. Да и олигархизация. Мы понимаем, что у нас группы олигархические, в любом случае, нас начинают сейчас со всех сторон тиснуть. И ты как бы находишься в процессе. Мы прекрасно понимаем, как создавались эти выборы парламентские. Судебная реформа, земельная реформа. Ну все. Налог на недра. Да, сейчас мы сейчас подожди об этом поговорим. Мы же позалазили. Смотрите, всю жизнь было как? Эти вот люди, которые сегодня себя уже, знаете, как-то уже некомфортно, как-то уже и чуть прохладнее, а теперь периодически чуть жарче. Это ты об олигархах? Это я об олигархах, да. Вы же понимаете, что обычно они залазили в карманы. Потому что мне тяжело понять, когда, допустим, я нахожусь на каких-то разных международных событиях, когда говорят, вот Украина экономически находится. Вы серьезно? А вы давно Форбс открывали, я говорю. Как может в бедном государстве, которое всем должно быть такое количество олигархов? А где они эти деньги заработали? Ведь нигде же нет денег извне. То есть их нету, у них нет бизнеса за границей, чтобы сказать, что там, у них весь бизнес здесь. Мы бедное государство, мы всем должны, но олигархи у нас есть. Алиада, я поняла, что ты готова о президенте своем говорить часами. Это похвально, это реально. Я говорю о том, с чем мы сталкиваемся. И почему падают наши деньги. Давай вернемся по горсайту. Рейтинги будут падать всегда у действующей власти. То есть те, кто приходит, они приходят на обещаниях, на чаяниях и на надеждах относительно этой политической силы. Потом в ходе движения, продвижения всегда идет откат. Ну, это политология. Ну, давай мы с тобой все-таки вернемся к горсовету там, где я хочу, чтобы зрители, смотря на тебя, понимали, узнали тебя лучше и понимали, что там происходит. И с твоих уст это слышали, и твоими глазами смотрели. Вот просто несколько таких примеров. Вот у нас горсовет, ты правильно сказала, они никуда не улетают. Мы уже назвали темы наших передач на Д1 миллиард. Миллиард. Вот есть такой сериал «Миллиарды». А мы назвали… Классно, кстати, сериал. Да, обалденно, да, ждем все. Вот никак не выйдет. Ну, вот как показано, да, как оно все может быть. Ну, я думаю, что то, что там показывают… Мне это что-то напоминает. У нас тут в горсовете вообще все складывается. Да, они снимали, наверное, на нас. Так вот, мы какую тему не возьмем, везде миллиард. Везде миллиард. Смотри, питание, миллиард, детское в школах, посчитали, 640, сложили. Налички. Мы сейчас говорим о наличке, обороте наличек. Парковки. Миллиард мы посчитали. Ну, в газ и гор. 21 тысяча, скрытое число было, никто не знал. Мы нашли 21 тысяча 600 парковочных мест состояночных. А припарковаться… Миллиард уходит прямиком. При этом больше 100 миллионов из горсовета тратят все равно на инспекцию. Да. Получая 20 миллионов инспекция заработала, показывает, в год парковочная. Миллиард выводится сборов. И вот какую тему не возьми в горсовете, все, миллиард. И вот поэтому и падают рейтинги. Потому что, к сожалению, никто не понимает, что происходит, и информации нет. Вот. И вот теперь, возвращаясь к тебе, ты часто выступаешь на сессиях городского совета. У нас сейчас блогера. Ты пишешь очень много своих лично постов на своей странице и очень много на странице своей политической силы. Вы, скажем так, критикуете жестко действующую власть. Есть какая-то реакция какая-то? Конечно, ну, смотрите, но ни для кого же не секреция, что греха таить. Мы же прекрасно понимаем, что после моих... Ну, смотрите, тут невозможно никого обвинять прямо, и я за руку никого не ловила. Но я сомневаюсь, что вам, либо вот тому парню с того дома, нужно идти и клеить листовки. Да? Весь город, я не знаю вообще, какую... Я даже, более того, вам скажу, я написала заявление в милицию, в полицию. Написала заявление в октябре месяце. А можно теперь от вас вопрос? Вообще какие-то действия были совершены? Нет. Мы по поводу чего? По поводу парковок говорим сейчас? По поводу листовок. А, по поводу листовок, да. Вот смотрите, я раскритиковала по поводу, мы знаем, нашумевшую набережную. Да. В которой, знаете, в погоне за кем-то вышли на себя. На то, что, оказывается, они выделяли сами эту землю. А потом, знаете, эй, малы, кажи малому, хай малы, малому кажи, хай малы, козу привяжи. У них вышло даже изменение... Наши зрители знают, мы детально показали все с набережной. В сентябре они там что-то проголосовали, в октябре отменили. И потом запад внесли, потом опять внесли изменения в то, что сами же и проголосовали. Знаете, это мне напоминает, ну, какую-то совершенно... Знаете, как человек, у которого раздвоение какое-то произошло, и они не понимают, в какую реальность они попали. Они сами наголосовали, потом сами отменили то, что наголосовали, а потом внесли изменения в то, что опять переголосовали. Аля, мне кажется, они не заморачиваются. Они просто все прибирают к рукам. Ну где-то что-то выпадает. Они не заморачиваются. Смотрите, мне вообще было абсолютно без разницы их вот эти вот какие-то параллельные действия. Но когда цинично на сессии объявляется, что вообще это вы, слуги народа, заварили эту воду, теперь ее рассказывают. Ну, во-первых, прошу прощения, слуг народа в 2020 году не было. Раз. Хорошо, что у нас есть электронная система, и можно отследить, что мы никогда не голосуем за земельные вопросы, которые, извините, сотнями и тысячами выносятся. Потому что завтра можно какую-нибудь бабушку оставить без дома, потому что это кому-то понадобилось, да, возле какого-то гипермаркета. Три. Все прекрасно знают, что мы не голосуем за бреватизацию. И четыре. Именно эти блоки мы вообще не голосовали. Вообще. То есть как можно говорить, что слуги народа заварили эту воду? Во-первых, нужно уважать людей, которые... У нас же как мы можем рассчитать, что за меня проголосовало 80% людей. Ну, давайте теперь еще посмотрим 80% от какого количества проголосов. Да, да, мы тоже это как-то считали в передаче. Поэтому это же людям рассказывают цифры, а мы же как политики можем понять, от какой цифры это все говорится. Ну, это такое. А люди... Там люди себя защитили, поэтому быстро... А там люди молодцы, я вам хочу сказать. Быстро отменили. И тут люди просто молодцы. Вот они умницы в этом плане. Это мы про победу, где люди себя защитили. Да, я это вам просто рассказываю о том, что как чувствую я на себе. Да, потому что сразу начинают писать какие-то гадости. Меня это вообще не трогает. Я вот открыто вам говорю. Говорю еще даже спасибо за фотографии, которые вы размещаете, понимая. Мое пишите, пилите, Шура, пилите. Я всегда говорю, пишите. Я вообще не хочу это даже читать. Мне когда присылают, я говорю, о, прикольно. Видите, так бы вы обо мне даже не знали. Но ты много пишешь запросов, обращений, охранительные органы. И притом они у меня, смотрите, у меня все мои депутатские звернания читко мают профильный запад. Тобто цена та, что мы не цикаво, что там у вас отбывается. Мне очень без разницы, что там у них происходит. Мне важно, когда я говорю, дайте мне извините, мы знаем, что у нас есть 8 выписанных подозрений по поводу денег ЕБРР на энергоэффективность в навчальных закладах. Утепление, утепление школы. Энергоэффективность, да. У меня теперь вопрос. Извините, пожалуйста, ребята, давайте-ка разберемся, откуда тогда эти подозрения. Раз. Второе. Утеплялись ли эти школы? Два. И я запросила, отдайте-ка мне, пожалуйста, что там утеплилось. Соответственно, я хочу понимать это. Потому что я, приходя в садик, допустим, у себя в районе, вижу у детей ясельного возраста, ясельного, делаю на этом акцент, 16 градусов тепла. Прошу прощения. И этот садик попал под энергоэффективность. А давайте я к вам, ребята, так энергоэффективно утеплю дома, чтобы вы там позмерзали в минус 16 потом. Так это была осень. А когда минус 15, что там в этих ясельных? У них дети так спят? У меня вопрос. У них дети спят в 16 градусах одеты. Ну, то есть ты, когда идет разбор какой-то темы, там, где видно, что там реальное нарушение, ты вникаешь и дальше передаешь какие-то запыты. Да, вот вы затронули парковки. К нам на комиссию перед последней сессией, 14-й, приходила комиссия. И говорят, 239 тысяч, они списывают, ну, хотят на какие-то там планшеты списывать. А что это? Инспекция по парковкам. Человек приходит доповидать, и она даже не знает, что инспекция по парковкам, это именно то. Она говорит, так это не парк-сервис-групп. Я говорю, девушка, вы меня просите, при чем тут парк-сервис-групп? Инспекция по парковкам, это вы. Вы для них просите планшеты. Извините, а может та компания, для которой они штрафики выписывают, потрудится, извините, на 10 тысяч долларов и купит им эти планшеты? Ля, да еще раз говорю. А что они сделали? Мы погрызли эти планшеты с 19-го года. Вот, мы посчитали, что у нас 21 парковочное место, 21 тысяча, да, со стояночным. У нас все тысяча. Посчитали все, и в результате получили около миллиарда. Ну, то есть можно 230 тысяч гривен? Миллиарда в год, в год уходит на парк-сервис-группе, на офшорную компанию. Я сказала, я принципиально не буду, я открыто сказала. Я сказала, нет, ребят, давайте так, кто зарабатывает, пусть вот, или дайте отчет, сколько мы заработали, что они с этими планшетами сделали. С 19-го года всего 2 года, компьютеры работают долго, сейчас современно. Может, вы будете, я говорю, как, я господор и педход, это все есть ситуация покупать, качественная, чтобы оно за 2 года. Аль, ну смотри. Да, что за наши деньги им без разницы. Так смотри, Аль, ну мы же пытаемся рассказать нашим зрителям простую человеческую жизнь в сложной ситуации нашего гурсовета, где можно в стенку лбом биться и не добиться правды, но у тебя немножко получается. Мы вспоминаем питуньи, которые подняли шум на месяц на 24 миллиона. То есть очень много есть тем, которые ты открыла, сделала по ним запады в правоохранительные органы, это стало достоянием, и там начались уже впроваджения криминальные. Ну или не начались? Ну, будем надеяться, что начнутся. Будем надеяться, что будем продолжать. Аль, время бежит колоссально. А дети растут. Я не хочу, чтобы они уезжали. Наше с тобой время программы бежит колоссально. Ты очень интересный человек, такой заряжаешь энергетикой. У тебя огромный такой энтузиазм. Я хочу пригласить тебя еще раз в нашу передачу. Но я хочу, чтобы мы с тобой продолжили разговор. А пока для того, чтобы наши зрители начали привыкать к твоей такой подаче, все-таки хотелось бы еще раз вернуться. Слуги народа – это представители, по сути, президента. Все, что вы делаете, так или иначе сказывается на рейтинге президента. И хочу тебе сделать комплимент. Я редко делаю, особенно правящим партиям. Я просто все это прошла когда-то сама. Но вы на президентскую силу не добавили негатива в Днепре. Потому что имеете собственную позицию. Вот оставайтесь, оставайтесь такими же. Год сложный был. В 2021 году ты привлекла много к себе внимания. А тебе много говорят, а тебе пишут. Ты, я еще раз, как и презентовала тебя, хочу сказать, ты такой стойкий боец. И очень человек, ну скажем, такой способный довести дело до конца. Можешь, как бы так сказать, придешь еще раз? А то мы не поговорили. Значит, ушли в политику, а хотела же я поговорить с тобой больше. Обязательно приду. Все-таки политика, она же людям важна. И чтобы мы, знаете, люди понимали даже не то, кто это делает, какая политическая сила, какой президент. А чтобы они понимали те блага, которыми они могут пользоваться. Если мы с вами это не будем рассказывать, это заворачивает в такой фантик, что все плохо, всех уничтожили, все испортилось, ничего нет. А раньше все было хорошо. Знаете, вот, ну, такое, поэтому... Ну, обычно попередники виноваты. Да, все во всем виноваты. А тут все им не попередники не виноваты, они все строили, разбудовывали. А вот мы пришли, все портим, съедаем. Саранчал. Поэтому тут это людям интересно. А я хочу сказать, что я не знаю, кому вообще интересна как бы моя жизнь, кроме вас. Ну, в плане, что это вам интересно со мной общаться. Нет, не приинтересно. Люди хотят знать, как живут депутаты городского совета от разных сил. Ну, как я живу, в декларации указано, я ничего не скрывала. Да, у вас декларацию, мы посмотрим, кстати, на проявление. Спасибо, что ходите на канал. Но на самом деле в 21-м году очень есть нестандартные решения. Та же тысяча президента. Она войдет в историю, как когда-то Юлина тысяча. То есть это людям дали по тысяче гривен в сложные... Дали возможность не... Мы им, государству за людей потратить, а людям потратить то, что люди, кстати, сами платят. Правильно совершенно об этом говорит наш президент. Есть еще несколько таких вещей 21-го года, что хотелось бы... Вот что хотелось бы такого вспомнить? Ну, у меня самое яркое, я вам честно скажу, все-таки это экономический паспорт наших деток, который будет теперь. Я правильно считаю, что если спустя там 10 лет, извините, наши недра уже все, за 30 лет их просто изничтожили, и сейчас дальше будут. Извините, тогда на что работают наши родители, наши дети, мы, и для чего они здесь учатся. Я лично очень хочу, чтобы наше подрастающее поколение оставались и жить в Украине, и понимали, что есть те люди, которые поработали на них. И я считаю, что это... Мы говорим о программе президента, когда дети рожденные в 19-е. У них будет появляться свой паспорт, в котором у них будут идти начисления, которым они по итогу смогут воспользоваться по совершеннолетию. Я даже сейчас возраст совершеннолетия не указываю, потому что, может, к тому времени, его уменьшат, введут, что это не 18, а 16, или 14, а 21. Или, наоборот, 21. Поэтому мы говорим с достижением на тот момент совершеннолетия у детей будет накопленный капитал. И для того, чтобы... Вы знаете, я в этот момент на него посмотрела еще больше, еще более широкими глазами. И тот риск, который он на себя взял под деолигархизацией, это был именно, знаете, такой восклицательный знак в моем уважении к нему, что, думаю, знаете, молодой человек, вы точно понимаете, что вы делаете и что начнется? И когда он, знаете, так вот четко об этом говорит, что да, я это решил, все, теперь все принято. И вот это для меня такие точки отчета, где я уже на какой-то демотивации опять почувствовала свою мотивацию. И понимаю, что если такой человек рискует, то я не имею права здесь уже подвести никого. Вот так. Не подводи тогда. Не буду. Год заканчивается, но у нас с тобой будет еще одна встреча. Мы хотим, чтобы 30-го, 31-го числа, ну, выберешь, когда удобнее тебе, ты пришла и мы поговорим... 31-го в 12 ночи. Нет, 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 пожалуйста, 31-го давай будем встречать дома, как и все нормальные люди. Передача бежит так быстро, время летит. Наша передача давно закончилась по нашему графику, но очень интересно мне было посмотреть на твои такие глаза, открытые, спокойные где-то и очень уверенные. Мне это нравится, я думаю, нашим зрителям тоже понравилось, потому что сегодня у нас в части блогера была очень интересная молодая политик... Политиканка. Нет, так мы не будем говорить. На русском пока говорим, на русском очень интересный человек, открытый, человек способный, человек деятельный. Депутат городского совета, глава фракции, слуги народа политической партии в Днепровском горсовете Аляда Мансурова. Спасибо, что была вместе с нами. И я думаю, зрителям будет очень интересно послушать тебя еще раз.